Люди смотрят, думают, что за дурачок раскатывает. Всё, спаси... Это тысячесильный Хеннесси Маммот, и я собираюсь проверить, каково ездить на таком здоровом, мощном американском пикапе по Великобритании. Ну, что может пойти не так? Тихая сонная английская деревенька вряд ли лучшее место для езды на этом. В этом здоровом, прожорливом тысячесильном американском пикапе, но посмотрим, что получится. Вот и первая проблемка, мне надо повернуть направо. Будет бардак. Вот сейчас точно будет бардак. А вот, видишь, надо было подождать, спешка до добра не доведёт. Так, ну-ка, очень непросто. Тут ограничения по ширине... Протиснулись. Сейчас будет очень узкий участок, хорошо, что у меня приоритет. А, фургон, изволь пропустить. Никогда у меня ещё не было, чтобы белый фургон сдавал назад, чтобы меня пропустить. Нечастое явление. Так, надо свернуть направо, будет непросто. Может, придётся. Ну же, пролезем. Давай. Так, ну вот и поворот в три приёма, иначе никак. Простите, люди. Хорошо, что есть камера заднего вида. Ох ты ж. Кто-то там в рейдж-ровере наверняка привык, что ему всё уступает, а на сей раз уступит он. Извиняй. О, здесь надо аккуратнее. Хорошо, что есть датчики. О, здрасте. Возможно, придётся... Немного... Заехать на бордюр? О, не просто будет. О, сколько мороки. Люди смотрят такие, чё за дурачок раскатывают. Имеют право. Сюда заеду без того, чтобы сбить окрестные скамейки. О, рискован качает головой, мол, я совсем поехавший. О, он недоволен, недоволен тем, что я тут вытворяю. Тихонько выезжаем. Простите. Простите, извините, прошу прощения. Простите. Извините. Знаете, американцы так не делают, это британская черта постоянно твердить. Простите, извините, по поводу без повода. Готово. Выжил. Ничего не задето. Ну что, можно отправиться на парковку в магазине. По-американски. О, нет, у меня топливо заканчивается. Надо заправиться бензином. Или как в американском английском, газ. Почему газ-то? Это жидкость, а не газ. Ладно, давайте заправимся. О, извините. Простите. Извините. О, будет весьма непросто. Придется выделывать миллион маневров. Давай. Ну что ж. Вот так. Не думаю, что чел позади сможет меня объехать. Что ж. Надеюсь, мне это не влетит в копеечку. Давайте узнаем. Ну, с богом. Подозреваю, что сейчас мне поплохеет. Извините. Позади чел, мне деваться некуда. Он не понимает, сколько это может занять. Извините. Люди между мной и фургоном очень недовольны. Чел в фургоне, конечно, мог бы и сдать назад, но походу он наслаждается представлением. О, господи, уже перевалило за 100 фунтов, уже 120, и все льет. Да что тут за бак такой? Я плачу 182,9 пенса за литр. Американцы жалуются на цены на топливо, пускай поживут здесь. Ах, вот туда мне уж, что перевалит за 200 фунтов. Никогда не платил больше 200 фунтов на заправке разом. Ну, а вроде все. Залил 101 литр и перестал. Вышло дороже 180 фунтов. Теперь... Надо заплатить. Как-то на душе тяжко. Скоро вернусь, позвоню в свой банк. Оказалось, что еще не закончили заливать. Бак-то еще не полный. Просто прекратил лить после 100 литров. Надо еще раз. Да сдайте вы назад и объедьте... Ладно. Меня конкретно разозлились, и я, как понимаю, наверное, я самый ненавидимый всеми посетитель этой заправки. Ну, что ж поделать. Во, все, полный бак. Есть, щелчки, наконец-то. Надо пошевеливаться, пока меня не убили эти сзади. Так, ну вот, за вторую порцию платить будем здесь. Страшно зляться. Итак, ну что, что у нас тут? 184 фунта, и еще одна заправка на 27, то есть больше 200 фунтов. Пора мне отчаливать, а то они меня убьют. Я отъезжаю, извините, простите за все. Мне очень жаль. О, боже. Ох ты ж. Ненавидят меня, я их понимаю. О, господи, ну все, поехали отсюда. Ну, очень дорого, самая дорогая заправка в моей жизни. Вот так, американская мечта. Правильнее сказать, американский кошмар. Ну что, заправились, но машина грязноватая, надо ее малость помыть. В эту рабомойку мне, ну никак не влезть, придется мыть машину самому. К счастью, тут места вроде хватает. Едва-едва. Увы, денег у меня после заправки осталось совсем мало, придется взять мойку по минимуму и постараться управиться максимально быстро. Самая дешевая мойка тут 2 фунта, ей воспользуемся. Похоже, что Американ Экспресс не принимает, но к счастью, владельцев таких дур банковских счетов обычно много. Попробуем этой картой. Сработало. Ну вот. Надо пошустрее. Всегда забываю нормально закрывать. Такой здоровый. Ну до чего здоровый. Не самое приятное занятие. Считай, как физкультура. Осталось всего 2 минуты. Ну давай, очистим поскорее. А как крышу помыть? Можно было бы забраться в кузов, но тупо некогда. И так справлюсь полюбая. Помывка будет такая условная. Десять секунд. О, господи. Нет. Ну все. Налички нема. Закончу уже дома. Так, ну что, закончили не идеально, но... Эм... Можно еще добить омывайкой. Вот, гляньте. Ну и нормально. Знаете, вся эта беготня разбудила во мне аппетит. Надо бы чего перекусить. Ладно, найдем где поесть. А, прекрасно. Золотые арки. Заедем в МакАвто. Очень американский перекус в очень американском авто. Погодите, как-то тут тесновато. Ну, по крайней мере, в этом авто. Будет непросто сюда заехать. Прибегнем к помощи нашего специально обученного человека. То, что нужно для таких узких участков. Понятное дело, такая опция доступна только у нас. В Штатах такого нет. Ну вот, вроде заработал. Надеюсь, у него там встроена система защиты дисков авто. Ну, погнали. Почти въехал. О, блин. Авто американское, леворульное. А, Мак-то здесь для праворулик. Ух, эм... Где толпанное окно? Здравствуйте. Здрасте, все хорошо. Замечательно, но вот бы мне еще сэндвич с беконом. Будьте добры. Вам с кетчупами ли с коричневым соусом? Эмм, давайте с коричневым соусом. Хороший выбор. А то. Что-нибудь еще? Нет, все, спасибо. Хорошо, следуйте указаниям и проезжайте дальше. Хорошо, до встречи. Удачи. В таком-то здоровом авто мне удача не помешает. Окей. Взял коричневый соус, поскольку это очень по-английски. В Америке такого нет. Хорошо, что проезд тут относительно широкий. Можно не бояться задеть бордюр, потому что шина здесь 37 дюймов. А вот этот участок меня немного тревожит. Давай, заворачивай. Вообще не ощущаю габариты этого авто. Ау. Умудрился проехать мимо нужного окошка. Попытка номер два. Здрасте. Приехал забрать свой сэндвич с коричневым соусом. И все, да. Заплатить? Следующее окошко? Еще одно? Да, выдачи там. Ясно. Понятно. Ну, погнали. Попытка номер два. Ох, блин. Так. Не хочу, чтобы пикал. Безопасность превыше всего народ. Ох. Ну вот. Опять провафлил. Засмотрелся на своего человека и не посмотрел в боковое стекло. Кто-то позади меня. Здрасте. Простите за это. Момент. Да, все, спаси... Мне не дотянуться. Ну что ж, спасибо большое. Хорошего дня. Слушайте, мне кажется, это уже вполне полезный завтрак. Я вон сколько калорий сжег, пока пытался его достать. Давайте где-нибудь проканемся и перекусим. Ох, ну вот. Теперь мне надо вернуть специального человека на место. Ну-ка. Прежде чем поем, надо купить одну важнейшую вещь. Без нее мне никуда, так что... Сейчас только найду где прокануться. Ох, сойдет. Думаю... Так вполне себе нормально. Ничего с ним не случится. О боже, я только что заметил, на знаке-то написано, что так как я парковаться-то нельзя, но... Чего переживать, что они мне штраф выпишут. В штат Техас? Погнали обратно. С меня хватит, сплошной стресс. Ох, тут непростой участок. Пролетаем повороты. Авто широкое, надеюсь, никто не несется навстречу. Разъезжаться с грузовиками за городом не на той полосе такое себе удовольствие. Упс. Такой пикап по британским правилам может ехать по дорогам с разделительной полосой не быстрее 96 на шоссе до 112, но тут только 96, несмотря на дорожную обстановку. Тоже своеобразный минус. Надеюсь, с цветочком ничего не случилось. Не вижу его. Да все нормально. О боже, какая неприятность. Как и весь опыт поездки на таком здоровом американском пикапе по Британии. Все же наши дороги для них узковаты. В США с их широченными дорогами на них кататься одно удовольствие, а вот здесь, ну такое себе. Что ж, если вам понравилось видео, поставьте нам лайк, нажмите на окошко слева, чтобы посмотреть еще, либо на значок по центру, чтобы перейти и подписаться на наш канал, где есть масса других интересных выпусков на автомобильную тематику. Спасибо за просмотр.